Россия. Страна отрицательных побед и плохих новостей. Здесь стремительно обесценивается национальная валюта. С какого хрена курс так скачет, что над нами вся за границей теперь смеется, что одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Стоимость бензина достигла исторического максимума. Сцены на бензин в России бьют все рекорды. Впервые в истории тонна топлива на оптовой бирже стоит больше 62 тысяч рублей. А цены на хлеб уже этой осенью поднимутся на 10%. Хлеб сколько стоит? Тона, который они продают за границу, в Африке отдают бесплатно. Почем мы покупаем? 50 рублей, 250. Зайдите в магазин, узнаете цены. За последние полтора года россияне стали жить значительно беднее, чем до войны в Украине. Но есть отдельная каста граждан РФ, которых все эти экономические проблемы не коснулись. Более того, они каким-то образом еще и обогатились. Пусть бюджет трещит, а хлеб в магазине дорожает. Зато за год в стране стало сразу на 22 миллиарда эра больше. По данным Форбс, сейчас в России 110 человек имеет состояние от 1 миллиарда долларов и больше. Год назад их было 88. Давайте откроем матрешку и посмотрим, для кого война мать родная. И сколько на ней зарабатывают шакалы, приближенные к кремлевскому диктатору. Кто-то потерял кошелек, кто-то его нашел. Кого-то ограбили, а кто-то разбогател. Одни считали голоса, другие качали нефть. И из этих маленьких и противоречивых подвигов и состоит жизнь великой страны, нашей с вами Родины. В 2023 году в России стало выгодно производить удобрения. Об этом говорят цифры. Нет, не украинского генштаба, а журнала Форбс, который вывел на первое место в списке самых богатых людей страны российского предпринимателя и олигарха Андрея Мельниченко. Ведь за год его состояние увеличилось вдвое до 25 миллиардов долларов. Он является не только основателем Еврахима и Сибирской угольно-энергетической компании, но и занимается производством удобрений. Рекордные цены на удобрения помогли бизнесмену хорошо заработать прошлой весной. Тогда за месяц начала войны удобрения подорожали на 40%. Сейчас эта цифра уменьшилась. Но в следующем году, судя по прогнозам, цены на удобрения снова вырастут. Как и прибыль Мельниченко. Только многие россияне этого уже не увидят. Потому как превратятся в удобрения для украинской земли. Прощай, мой товар, пою последний раз. Что касается торговли углем, то цена на этот энергоресурс тоже выросла. В общем, активно работаем по всем направлениям. Одними из первых, кто прочувствовал на себе это подорожание, стали жители Красноярского края. Кстати, именно там и находится угольный и энергетический бизнес Мельниченко. Пока миллиардер Мельниченко считает, прибыль красноярцы пересчитывают содержимое кошельков. Тарифы подняли, состояние выросло. Все гениальное просто. Ну, с такими тарифами за тепло не грех становиться. Все богаче и богаче. Вот почему в Красноярске не будет газа. Война вдохнула новую жизнь в старую, но хорошо отработанную еще в 90-х схему. Отожми бизнес у ближнего своего. Вот, и задешево купим. Обычно задешево его покупают у тех, кто посмел не согласиться с генеральной линией кремлевской моли. Дорогие мои предприниматели с отечествами, перестаньте быть трусами. Ну, чего вот так этого Путина боится? А достается отжатый бизнес тем, кто доказал свою преданность Путину. В итоге один из самых известных банков страны достался Владимиру Потанину. Олег Тиньков позже сказал, что банк у него забрали за копейки. По оценке Форбс, Потанин заплатил Тинькову примерно 260 миллионов долларов. Сейчас на бирже этот пакет стоит более трех миллиардов. Мы сейчас вообще живем в эпоху быстрых изменений, ранее существовавших представлений. И поэтому и бизнесменам, и другим людям приходится очень быстро адаптироваться к ситуации. А компании недружественных стран, которые покидают российский рынок, вообще должны продавать активы со скидкой 50%. Так Потанин приобрел еще и Росбанк, принадлежавший французской компании. Сэляви, как говорится. Сынок, вот так вот надо делать. Это вот надо все, не обращать внимания, отсекать и выжимать то, что тебе нужно. Сумма сделки с Сосиете-Женераль не раскрывалась, но сами французы в отчетности зафиксировали более трех миллиардов евро убытка. Вот так и вышел Владимир Олегович на вторую строчку в российском списке богачей. Да, вот люди доходят до какого-то барьера, до какой-то, так сказать, вершины. И кто-то идет на вершину, кто-то остается в нижней базе. По-другому, так сказать, жизнь не работает с точки зрения достижения результата. Доволен достигнутыми результатами и предприниматель Вадим Якунин. В прошлом году собственник фармацевтического холдинга Протек и аптек Ригла разбогател в полтора раза. По данным Forbes, состояние бизнесменов выросло с одного миллиарда до полутора. Однако прибыль от фармацевтического бизнеса выросла вовсе не потому, что Якунин более усердно работал. Просто в условиях санкций россияне начали больше покупать отечественных лекарств. Ведь нож по панадолу и другие импортные медпрепараты им больше не доступны. А у вас столева есть? Да, столева. Наталья Грицая ищет импортный препарат столева для мамы, у которой была диагностирована болезнь Паркинсона. Российские врачи начали готовиться к исчезновению некоторых лекарств. В государственной больнице получили от Минздрава список из 196 наименований препаратов, которые в ближайшее время уйдут с российского рынка. Владелец одного из крупнейших фарм-дистрибуторов России быстро сообразил, как изъять пользу из этой ситуации и заработал на нищих российских гражданах миллионы. Спасибо большое. Из-за отсутствия в аптеках привозного товара из-за границы россияне начали больше покупать отечественные медикаменты, которые мгновенно выросли в цене. Прошлой весной они резко подорожали аж на 15% и сейчас растут дальше. Лекарства в России дорожают, а жизнь дешевеет. Ну, мне кажется, так или иначе будет происходить. Так что теперь все бабки из отрядов Путина, у которых поднимается давление после грязных проделок Байдена... Что ж ты сделал, Байден? ...должны помнить, что каждая капля корвалола превращается в гиперприбыль Вадима Якунина. Вот эта гордость, она на самом деле, вот она растет. Война войной, а кушать российские олигархи привыкли сытно и много. Это очень затратная вещь. Поэтому если они и открывают рот, то только для того, чтобы поддержать путинскую власть и оболванить простых россиян. Выход из этого кризиса, он, понятно, что с учетом опыта накопленного, ну и всех понимания всего, что произошло, так сказать, он будет найден. А пока народ считает копейки и утоляет голод верой в светлое будущее, российские олигархи времени не теряют, а набивают собственные карманы деньжищами. Просто экономика ищет новое состояние равновесия, да. Бизнесмен Олег Дерипаска владеет холдингом «Базовый элемент», активы которого сосредоточены в энергетическом, машиностроительном, ресурсном, авиационном, финансовом и строительном секторах. А также в сфере недвижимости. Предприниматель за год увеличил свой капитал в полтора раза. Был один миллиард и семьсот миллионов, стало два с половиной миллиарда. В России, я считаю, так сказать, хорошие времена, так сказать, уже настали. Ну, по крайней мере, для Дерипаска и других российских бизнесменов хорошие времена точно настали. Лисин потерял первую строчку «Форбс», но нажил больше трех с половиной миллиардов. У Олег Первого из «Лукойла» состояние за год выросло в два раза. С десяти миллиардов до двадцати. А что там глубинный народ? Как у них с финансами после начала войны? Много ли может себе позволить? Мясо там чуть ли не на пятьдесят рублей килограмм больше стало. Очень дорого. И с именина, и говядина. А рыбу мы здесь на дальнем остатке вообще нельзя. Она по пятьсот, по четыреста рублей. Не может быть! Серьезно? А как тогда у собственника рыболовецкого холдинга Виталия Орлова получилось за год на рыбе заработать почти девятьсот миллионов долларов? Неужто на своих, на россиянах наживается? Ну, это же по факту жизни так и происходит. Но не переживайте, россияне. Олигархи о вас тоже думают. Вот, к примеру, тот же Дерипаска поставляет армии РФ наемников для войны в Украине. Формально у них у всех сейчас есть контракты с Министерством обороны. Они обязаны их заключать. Но набирают их действительно структуры Дерипаски. Спонсируют их структуры Дерипаски. Это какая-то гибридная такая сущность. Добровольцы батальона «Сокол» получают по 100 тысяч рублей в месяц. И скажите, что Олег Дерипаска не делится с простым народом. Я вообще всегда пытаюсь любое дело проанализировать. Что будет делать, что нужно сделать, кто будет делать, как это делать и за какие шиши, как говорится. Не устраивает зарплата в «Соколе»? Можете пойти в ЧВК «Редут», которая платит наемникам в два раза больше. Новобранцам обещают зарплату до 220 тысяч рублей в месяц при полугодовых контрактах. «Редут» принадлежит Геннадию Тимченко, старому другу Путина. Этот бизнесмен по кличке Гангрена занимает восьмое место в списке «Форбс» с состоянием 22 миллиарда долларов. Ну, Тимченко благодаря Путину сделал все это состояние. Поэтому теперь отдают должок хозяину, поставляя на фронт пушечное мясо. За полтора года войны стало отчетливо видно, кому в России она нужна и выгодна. Пока в полях Украины пачками ложатся те, кто погнался за деревянными рублями, в Москве сидят те, кто предпочитает твердую валюту. Редактор субтитров А.Семкин